Приветствую! Как изменятся правила мобилизации в Украине с 1 сентября? По этому поводу уже виджу многочисленные публикации, которые как фейковые, так и не фейковые, и сейчас вот с этим мы будем разбираться. И первый вопрос, который вот хочется осветить, звучит так. Кому отменят отсрочку с 1 сентября? Вот эта публикация, друзья, если вы ее сравните, вот вобьете в Google кому отменят отсрочку с 1 сентября, потом вобьете в Google кому отменят отсрочку с 1 августа, потом с 1 июля, июня, вы увидите, что первоисточником есть один и тот же текст, который не имеет ничего общего с реальностью. Просто вот СМИ закидывают его под первое число каждого месяца, вот последние уже 3-4 месяца, одну и ту же статью гоняют и нагнетают у людей страх. Так вот, друзья, с 1 сентября ни у кого отсрочку не отменят, ни у кого отсрочку не заберут. Почему? Потому что, чтобы изменить правило получения отсрочки, либо отменить вам отсрочку, нужно либо изменить постанову 560, либо закон о мобилизации, а если быть точнее, 23-ю статью его. Так вот, ни 23-я статья закона о мобилизации, ни постанова 560 никакой новой редакции с 1 сентября не имеют. И, соответственно, все ваши отсрочки сохранены. Вот, ну, это такая первая хорошая новость. Вторая новость заключается в том, что вот уже начали писать, что, мол, повестки в Резерв Плюс пойдут с 1 сентября. Друзья, ну, я не знаю, откуда люди берут эту информацию. Вы у меня уже начали спрашивать, а что, где-то это предусмотрено? Нет, нигде это не предусмотрено. Ни одним нормативно-правовым актом не предусмотрен такой порядок вручения повестки, как ее отправление в Резерв Плюс. Да, у нас изменились некие правила по поводу повесток вот совсем недавно, на последние недели, ой, на предпоследние недели, да, вышла постанова, которая регулирует и новую там форму повестки, и правила формирования электронной повестки. Но пока через Резерв Плюс вручение повестки не предусмотрено. Как и прежде остается в законодательстве два способа вручения повестки. Первый способ это лично, под подпись. И второй способ это отправка по почте. Вот по почте я вам должен сказать, что да, повесток люди получают все больше и больше. И получают уже, есть клиенты, которые получили повестки, и эти люди удивляются, говорят, мол, а как так, как мне пришла повестка, я же данные не обновлял. Ну, вот так, друзья, мы же не сомневались, что государство знает, где вы живете, где вы зарегистрированы. И вот оно реализует свое знание. Поэтому те, кто обновил данные и получил повестку, ну, ради справедливости хочу вас успокоить, что все-таки не только получают повестки те люди, которые обновили данные, но уже получают и те, кто данные не обновлял. И раз мы уже говорим о повестках по почте, да, нужно сказать и о том, что еще может быть по почте. А может быть получение отсрочки по почте. И вот где-то за последние две недели августа хочу отметить, что вот была такая очень хорошая, позитивная практика. Очень много клиентов получило отсрочку по почте. Причем не просто получили, а получили, ну, в какие-то удивительно, поразительно быстрые сроки. То есть были люди, которые получили отсрочку в срок менее недели даже. Вот с момента, когда ТЦК забирало письмо, проходило менее недели, прежде чем отсрочка попадала в резерв уже, была отметка в резерве. Вот к чему я веду? К тому, что надо подавать отсрочки по почте. Да, к сожалению, вот остается еще достаточно большое количество случаев, где люди отправили документы, но не получили отсрочки. И, ну, вот, маемо-то еще маемо. Этим людям я рекомендую, что если вот прошло уже там три недели с момента того, как вы отправили, с момента того, как они получили отсрочку и нет никакого результата, или пойдите туда, или позвоните, отправьте повтор на заявление, ну, либо там через адвокатский запрос пробовать, поднять этот вопрос. Далее, далее, что еще нужно отметить? К сожалению, к сожалению, вынужден констатировать, что последняя неделя августа, она была очень насыщена по задержаниям. И у меня вот такое ощущение, что пошла некая новая волна задержаний, потому что вот количество обращений от людей, которых задерживали, просто за эту неделю, ну, на мой взгляд, зашкаливало. И, да, вот еще что забыл. Вот по этим задержаниям пошли только сейчас, только на этой неделе были первые задержания за необновление данных. Вот если вы помните, вы меня хейтили, когда я говорил, что обновляйте данные, иначе потом обнеобновление вами данных будет основанием для того, чтобы задержать вас и доставить в ТЦК. И вот за эту мысль меня почему-то хейтили, потому что вот никто не хотел обновлять данные, но вот не хотели слушать меня до конца. И я, честно говоря, вот за последние полтора месяца думал, что вот практика показывала, что я не прав был, потому что вот каких-то задержаний именно за то, что не обновляли люди данные, но у меня не было. Вот ни один человек не обращался. За эту неделю уже несколько людей обратились, которые не обновляли данные, которые в лучшем случае устанавливали резерв, но у них не было вот этой галочки, что да, не оновли, но вчасно, ну, потому что они их не оновливали, либо даже резерва не было. И когда их останавливали, смотрели, данные не обновили, и все. И не обновление данных было основанием для того, чтобы человека задержать. И это, знаете, тот случай, когда вот ты даже радовался тому, что ты был неправ, потому что, ну, людям легче жилось. Но вот сейчас, к сожалению, вот последняя неделя показала, что все-таки мои опасения, ну, вот они стали реальностью, и людей начали задерживать за не обновление данных. По этому поводу, кстати, я думаю, что в ближайшие дни сделаю видео, где подробно расскажу о том, какие права у человека есть при задержании, и что ему делать, на что обращать внимание. Ну и, наверное, будем подводить итог этому видео. И подводя итог, скажу следующее. С 1 сентября 2024 года мобилизация в Украине, порядок мобилизации, правила мобилизации, принципиально измениться не должны по одной простой причине. Нет изменений в ключевых нормативно-правовых актах, которые бы вступали в силу с 1 сентября. То есть, что я имею в виду? Нет изменений в законе ОВО и ВС. Нет изменений в законе о мобилизации. Нет новых изменений в постанове 1487. Нет новых изменений в постанове 560. Ну, в постанове 560 мы знаем, есть новые изменения, да, но они же появились с 18 августа, да, там были опубликованы когда там 20-21 и уже не начали действовать. Ну, я имею в виду вот это отмена акта про догляд, да, упрощение порядка получения отсрочки от мобилизации. Потом появились постановы, касающиеся повесток в ТЦК, но они уже все действуют. То есть, это не то, что будет новое с 1 сентября. Опять же, мы понимаем, что может так оказаться, и следующая неделя нам покажет, что может есть какие-то негласные, неформальные распоряжения, и может быть такое, что что-то изменится. Но если это изменится, то обязательно сделаю видео и расскажу вам о том, что изменилось. На этом у меня все. Если вы считаете данное видео полезным, ставьте ему лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал, чтобы не пропустить новости мобилизации в Украине. Также приглашаю вас в свой Telegram канал, ссылочка на него есть в описании к видео, а его название вы видите на экране. Ну и традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.